Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг, 18.15, в эфире национального телевидения, программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня мы бы хотели предаться одному из самых, я считаю, любимых занятий якутского народа, не только якутского, на самом деле, любого народа, любого жителя, обывателя, возможно, даже, да, обычного человека, одного из нас. Давайте попробуем посмотреть на себя со стороны. Глазами, вы не поверите, но у нас сегодня в студии премьер-республики Владимир Солодов. Здравствуйте! Добрый вечер! Владимир Викторович, наша встреча, ну, не то чтобы готовилась, да, мы договаривались, потом что-то получалось, потом мы встречались в узкой какой-то тематике по вопросам культуры, кстати, да, но такого вот, чтобы сесть, как по-якутски говорится, отахтапсиналурон, нога к ноге, да, колено к колену, у нас не получалось. Вот я очень рад, что вы приняли мое предложение поучаствовать в моей программе. И я не хочу, вот обещаю, что 30% только моих вопросов будут касаться вашей работы. Наверное, и вам, и тоже слегка, скажем так, подустали от того, что все в работе, одни цифры там и так далее. Давайте попробуем поговорить с Владимиром Солодовым, уже якутянином, который приехал в регион, из столицы, и уже сложил свое определенное мнение, свой определенный стиль работы в регионе и так далее. Вот давайте будем говорить о чистой человеческих каких-то вещах. Я могу сказать, что мне тоже очень приятно сегодня в вашей передаче быть. Знаю вас как одного из самых заслуженных авторитетных журналистов. И слежу за передачей. И на самом деле для меня важно развивать те форматы, которые позволяют узнать новое. А говорить по работе или говорить больше про другие аспекты, это, наверное, нужно исходить из вас как автора передачи и ваших зрителей. То, что интересно зрителей, о том и готов говорить и сегодня, и всегда. Хорошо. Давайте мы начнем. Нестандартное у нас мышление. Есть такое выражение. Вот облом случился. Полтора года тому назад Ася Сергеевич предложил вам поработать в республике. Вы согласились достаточно быстро. Какой был величайший облом по приезду в республику? То есть какой стереотип вы сломали прежде всего? Давайте вот так вот сформулируем вопрос. Ну, я бы разделил стереотипы и облом. Наверное, если говорить про разочарование или дискомфорты, которые были, они в большей степени связаны с какими-то бытовыми вопросами. Я небольшое значение им передаю. Для меня важнее работа. И работа большую часть суток занимает. Но все равно я москвич, вырос в Москве, привык к большому городу. И для меня нескрою было тяжело переезжать в Хабаровск. Непривычно. Ну и переезд из Хабаровска, я уже не из Москвы, из Хабаровска переезжал в Якутск. Тоже определенных бытовых вещей не хватает. Начиная с ассортимента продуктов в магазинах. Для меня был шоком, когда я первый раз во время прерывания постоянного сообщения транспортного в связи с отсутствием ледовой переправы. Я не смог найти свежего йогурта в магазинах. Я объехал в пять магазинов в Якутске и не смог найти нормального свежего йогурта. Вот только какие-то долгоиграющие, очень такие ненатуральные. Ну вот такие вещи, они все равно, конечно, или там определенные вещи, связанные с эстетикой дворов якутских, когда тут много наших труб знаменитых, печально знаменитых в кавычках. Понятно, что в первое время они глаз цепляют и мозолят. Но, наверное, если говорить про такие бытовые вещи, то это больше всего. А если говорить про суть, про то, чем я больше всего занимаюсь, это работа. Это то, ради чего я приехал в Якутию. Это возможность поменять жизнь сотен тысяч людей к лучшему. Это возможность сделать большой проект по развитию великого региона, великой республики. То есть здесь, наверное, если говорить про разочарование, основное для меня это темп, с которым удается делать изменения. Я, честно признаюсь, думал, надеялся, что все получится сделать гораздо быстрее. Быстренько сейчас настроим на новый лад, сформируем новую команду и по-новому начнем работать. Для меня такое вот было некоторое разочарование, что гораздо медленнее все процессы идут. Это, естественно, в государственном управлении. Но сейчас вот я с новыми силами, со второй волной собираюсь уже, что называется, если первый штурм не удался, мы откатились. Сейчас уже осаду мы планируем. Осаду, я имею в виду традиционных моделей управления и традиционных форм работы, от которых необходимо отказаться в современном обществе. Сейчас вот системный подход используем, мы планируем эти изменения уже реализовать на такой планомерной и последовательной основе. Но по динамике я понимаю, что особенность менталитета такая, да, северяне долго думают. Знаете, я очень не люблю слово менталитет, особенно когда на него списывают какие-то неудачи или какие-то то, что не получается. Да, вот это наш менталитет. Это просто, я считаю, в 99% случаев совсем не с менталитетом, а с тем, что мы либо ленимся что-то сделать сами, либо неправильно подходим к этому. Я скорее связываю с закономерностями в целом государственной системы. Любая государственная система очень инертна и консервативна. И поэтому вот этот кавалерийский напор по ее изменению, она очень легко пережевывает и возвращается на предыдущий лад, даже если этот напор идет со стороны председателя правительства. Нужен системный подход к управлению изменениями. Управление изменениями – это отдельный жанр, к которому мы сейчас в правительстве подходим. Прямо так, управление изменениями. Хорошо. Все-таки, учитывая то, что вы как перевалочную базу использовали Хабаровск, на Дальнем Востоке вы не первый год все-таки, да? Есть ли некое такое столичное мышление, которое мешает политическому деятелю, исполнителю, менеджеру объективно устраивать картинку о регионе? Я его не чувствую. Я не думаю, что столичное мышление мешает работать на Дальнем Востоке или в любом другом регионе. Мешает отношение, если оно есть, к месту работы, как, как сказали, перевалочному пункту или как какому-то пункту передержки. Вот это мешает, если оно есть. Но я могу сказать, что для меня это чувство абсолютно несвойственно, и я человек очень… Я могу сказать, что я человек момента. Я не люблю думать, на самом деле, про то, что будет в будущем, планировать какие-то карьерные вещи или еще. И я не часто оглядываюсь назад. Я считаю, что нам нужно полностью погружаться в то, чем ты занимаешься здесь и сейчас. И если такой подход есть, если есть искренняя заинтересованность, скажу слово, любовь к тому месту, где ты работаешь, к людям, с которыми ты работаешь, то никакое столичное мышление не мешает разглядеть сильные и слабые качества и спланировать развитие. Даже более того, я считаю, что наличие внешнего взгляда позволяет увидеть некоторые приевшиеся, вроде незаметные вещи, которые на самом деле мешают развиваться. И он позволяет этот внешний взгляд их устранить. Поэтому я большой сторонник того, чтобы в разных сферах люди с внешним взглядом занимались управлением. Оптимальный, кстати, шаг для этого – это учиться за пределами своего родного региона. Я глубоко уверен, что самое лучшее – это учиться за пределами региона и еще лучше учиться за пределами страны. А потом возвращаться в свою родную страну, в свой родной регион и там добиваться результата. Тогда будет и глубокое знание, и включенность в общество и в те процессы, которые идут. И внешний взгляд, который приобретается при таком контакте с другими цивилизациями, народами, городами и странами. Все мы ищем там, где лучше, там, где хорошо. А вот вы учились за границей, вернулись на родину. Очень хорошо. А как сделать так, чтобы основная масса нашей молодежи, которая имеет сейчас возможности обучаться за границей, готовиться к профессиональной деятельности, она бы возвращалась? Как все-таки объективно, что Россия может сделать, выставить какое-то знамя для того, чтобы та часть молодежи, которая обучается за границей, она все-таки возвращалась на родину? Ответ очень простой. Это дать возможность для самореализации. На самом деле, не в комфортных условиях жизни, и я даже больше скажу, не в уровне зарплаты, ключ к сохранению и к возвращению наиболее талантливой молодежи. Ключ в возможности самореализоваться, в возможности сделать что-то большое. Потому что это, кстати, было... Ну, я не рассматривал возможность продолжения за рубежом карьеры профессиональной, но многие мои друзья перед этим выбором находились. И вот когда мы обсуждаем, всегда аргументом в пользу возвращения в Россию является востребованность, является возможность что-то сделать, является тот факт, что здесь мы нужны. Ну, известная пословица, где родился, там и пригодился, в ней закрыт глубокий смысл. Потому что именно здесь мы можем сделать большие дела. А за границей ты всегда будешь... Ты можешь жить в комфорте, ты можешь получать хорошую зарплату, но ты всегда будешь чужим. Ты всегда будешь одним из приезжих. И тебя в очень редких случаях допустят до стратегических решений. Ты всегда будешь... Каких-то больших людей. И помогать им готовить какие-то свои решения. А здесь мы имеем возможность сами решать, сами творить. И это во всех сферах. Это ученые, которые имеют возможность здесь работать. Это промышленники создавать предприятия, проектировать их. Это те, кто занимаются управлением. Это учителя, это врачи. Любую профессию можно взять. Я глубоко убежден, что только на родине, на своей земле, есть возможность сделать большое дело и стать профессионалом с большой буквы. Я допущу ремарку к вашим словам. Все-таки, наверное, это еще и результат того, что молодежь остается на Западе и так далее. Результат того, что насаждаются западные модели семейных ценностей. Когда исполняется человеку 21 год, он уезжает из родительского дома и фактически до смерти родителей туда не возвращается. У нас же в России это немножко по-иному. Мы все-таки чтим родителей, мы чтим те ценности, которые дает семья. И поэтому больше таких, как вы. Больше таких, как я. У меня на эту тему недавно я в Москве был на новогодних праздниках. И я со своей мамой, с родителями как раз эту тему обсуждал. Потому что тема непростая. Раньше я разделял ваше мнение, что то западное – это наше исконное. А вот сейчас я все больше считаю, что нам нужно элементы западного этого мышления все равно развивать в себе. Еще раз, мысль я хотел повторить, что обучение за пределами родного дома, родного города, родного региона имеет ценность. Что очень важно молодому человеку во время становления, и этим периодом является обучение, дать возможность оказаться в другой среде. Вот теоретики обучения доказывают, что наиболее эффективно человек учится, когда бывает в разных разнообразных средах. Чем больше людей ты разных встречаешь, чем больше разных ситуаций ты оказываешься, в пределе, чем в больших школах ты поучился, переходя, тем у тебя лучше развивается умение адаптироваться и умение действовать в ситуации неопределенности. А это один из самых востребованных навыков. Поэтому я думаю, что нам вот в рамках нашей системы обучения нужно воспитывать, не разрушая традиционную модель, поощряя возвращение в родительское гнездо, создавая механизмы, но дать возможность нашим детям, подрастающему поколению, пробовать себя в других, в том числе культурных и языковых средах. Мы вернемся к откровенному разговору с премьером республики, с Владимиром Солодовым, буквально после небольшой паузы. Мы продолжаем программу «Один из нас», и сегодня «Один из нас» — это премьер республики Владимир Викторович Солодов, с которым мы продолжаем беседы на отвлеченные какие-то темы, на которые имеют отношение к жизни каждого из нас. У нас в Якутии первый вопрос, который задают приезжему гостю, чьих кровей вы увидите, откуда родом. Давайте вот немного расскажите о ваших родителях, о вашей семье. Ну, биография у меня известная, я ее не скрываю. Я москвич, москвич во многих поколениях. У меня мама сейчас занимается генеалогией профессионально, она исследователь-генеалог, и она начала с нашей истории семьи. Еще при Наполеоне у нас предки жили в Москве, при этом они не были дворянами или зажиточными купцами, занимались разными профессиями. По одной из линий изготавливали упряжь для лошадей, другая веточка у меня по отцовской линии из Пензы, там ветеринар в роду были, и представители духовенства, священники. Поэтому вот происхожу из такой среды, всю жизнь прожил в Москве до 2015 года, когда с легкой руки Юрия Петровича Струтнева по его приглашению согласился поехать на Дальний Восток. Родители обычные тоже советские люди, наверное, математики оба по образованию, отец преподаватель, мама в энергетике начинала работать. Ну, поскольку семья большая у нас, у меня четверо детей в семье, трое родных братьев у меня, то поработать по профессии довелось недолго, вот скорее уже в советское время, когда мы выросли из возраста, когда необходимо постоянное присутствие матери, уже она занималась и бизнесом, и вот потом наукой стала заниматься, то, к чему у нее всегда лежала душа. Ну, наверное, вот из особенностей склонность к науке, к преподаванию, это у нас наследственное, у меня все братья МГУ заканчивали, многие тоже сейчас преподавательской работой занимаются, или испытывают тягу к исследованиям, к публичным таким каким-то действиям и к преподаванию. А у вас больше исследователей или правленцев все-таки? Как вы думаете? Сложный вопрос и всегда сложно себя диагностировать. Я на него отвечу чужими словами. Я в последние годы, так получилось, что попал на программу обучения, в народе называют школу губернаторов, школу управленческого резерва. И там очень много тестов проходит всегда. И я проходил в начале, совпало с моим выходом в Якутию. Я уже заранее знал, что буду обучаться, и вот перешел в Якутию. Вот был тест тогда, и еще два теста за год. И они показали, что у меня динамично меняется представление о себе, и компетенции, что начинал больше как аналитик, то есть ближе к исследователю. А вот через год уже диагностировали психологи, что больше как лидер и как управленец во мне начинает возобладать. Но отсюда можно сделать вывод только то, что все равно бытие определяет сознание, и то, чем мы занимаемся, сильно влияет на те склонности и те предпочтения, которые у нас возникают. Но могу сказать, что мне до сих пор очень нравится копаться, исследовать, и особенно нравится преподавать. Я уверен, что я вернусь на карьере преподавателя, очень к этому склонен, и очень этого хочу. Вы упомянули Юрия Петровича Трутневу, да? Сегодняшние события дня. В 6 часов утра мы просыпаемся и видим обновленный на 50% состав правительства Михаила Мишустина. Кроме Юрия Петровича, из числа новичков, с кем из Кабмина нового вам приходилось работать вместе? Что-то, возможно, пойдет на пользу республике? У нас действительно время перемен. Все ждали новый состав правительства. И, конечно, очень важно для нас, что блок, ответственный за развитие Дальнего Востока, остался в том же составе. И сама стабильность показывает высокую оценку со стороны президента и вновь назначенного председателя правительства. Надо сказать, что у меня с многими вновь назначенными членами правительства судьба сводила. И не могу сказать, что дружеские отношения, дружеских нет, но вполне такие профессиональные контакты теплые были. Это и Максим Решетников, назначенный министром экономики, сталкивался и с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, который стал министром просвещения и с рядом других. Поэтому я уверен, что для республики это не будет каким-то сокращением ее авторитета или каким-то снижением тех возможностей, которые есть. На самом деле, республика, я могу сказать, что за тот период, как Асен Сергеевич возглавил ее, и как мы командно навалились на эту задачу, очень серьезно свой имидж, конечно, поменяла и поменяла в лучшую сторону. Все равно судят не по тому, кто с кем знаком, а по тому, какие результаты, какой подход демонстрирует тот или иной регион. И то, что мы сейчас являемся одним из наиболее инновационных регионов, регионов-новаторов, что мы позиционируем себя, имеем такую амбицию быть первыми во многих вещах, это уже все замечают и уже все так к этому и относятся. И это одно из, на самом деле, самых главных достижений, которые мы все командно планируем продвигать и дальше. Владимир Викторович, давайте от простого к более сложным вещам. Всегда говорят, что территория республики – это самый большой вызов населению. На примере йогурта, можно сказать, что, недополучив в магазине свежего йогурта, вы, возможно, сделали какие-то выводы, что транспортная доступность должна быть улучшена, серьезно улучшена. Причем серьезные шаги в этом направлении за последний год сделаны, я думаю, в масштабах тех лет ожидания очень большие. Мост чуть оставим в стороне, давайте мы о перелетах. Все мы помним вашу оду, он там, очень рады, кстати, что вы похвалили наш северный уклад и так далее. Вам часто приходится летать, помимо, скажем, моста. Состояние авиации. Вам не страшно просто садиться в эти Ан-24 и приземляться где-нибудь в Батагайе? Чисто по-человечески. Мне приходится по профессиональным обязанностям проводить совещания, которые касаются состояния авиакомпаний, стратегии, состояния авиапарка. И я без шуток очень ценю профессионализм наших авиаторов. И профессионализм, и жесткое соблюдение регламентов позволяют мне без страха садиться в самолет. Я привык доверять профессионалам. Если я уверен, что человек, которому пришел стричься, профессиональный парикмахер, я не буду все время дергаться, не так ли он мне выстрижит и не оставит ли он лысину на одной стороне головы. Так же и здесь. Я уверен, как представитель правительства, который по должности проводит соответствующие совещания, что профессиональные регламенты в наших авиакомпаниях находятся на высоте. И поэтому я доверяю профессионалам, спокойно сажусь в кресло и стараюсь сразу засыпать. Чего и вам советую. Самое полезное в самолете это спать. Отлично. То я боюсь просто летать, особенно чем старее, скажем, судно. Но говорят же, Ан-24 очень надежно, он может планировать с одним двигателем, даже с отключенными и так далее. Хорошо. Оставим это в стороне. Все-таки климат, территория или какие-то обособленности вообще в целом региона, это какой самый большой фактор, который мешает якутиянину на 100%, на 200% даже чувствовать себя россиянин? Ну, во-первых, я считаю, что это не так. И что каждый якутианин чувствует себя россиянином. И что, по крайней мере, мы должны приложить усилия, чтобы так стало. Другое дело, что мы себя чувствуем на особой части территории Российской Федерации, которая имеет свои особенности. Просто я действительно, даже в бытовой речи у госслужащих очень жестко пересекаю, когда мы говорим, вот они в России, мы в Якутии, мы в России. Мы особая, очень значимая часть России, форпост на северо-востоке страны. А что мешает? Все вместе, это нельзя делить одно от другое. Но, наверное, все это вместе приводит к тому, что в совокупности еще с достаточно малой численностью населения приводит к тому, что мы очень разрознены, и у нас недостаточная концентрация человеческого капитала. Вот это главный вызов для современной экономики, которая базируется на человеческом капитале. И нам, если мы хотим построить современную несырьевую экономику, а это наша амбиция, если мы хотим сделать человеческий капитал республики глобально конкурентоспособным, чтобы наши граждане могли реализоваться и в республике, и в других странах, на других рынках, если у них такая амбиция будет, а это тоже, я считаю, что мы должны обеспечить, то есть не делать так, чтобы не было возможности уехать, а делать так, чтобы хотелось остаться, то тогда мы должны решить эту проблему. Как? Тоже вполне понятным путем, который складывается из двух основных слагаемых. Первое – продолжить работу по повышению транспортной доступности. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Я бы здесь, возвращаясь к теме авиации, сказал, что на 2020 год одним из приоритетов, ключевых мы ставим доступность авиабилетов и вообще развитие авиационного сообщения внутри республики, в первую очередь, и с ключевыми центрами. А второе – это развитие транспорта интеллектуального, это развитие интернет и телекоммуникационных услуг, потому что наличие развитого интернета и умение им пользоваться всем арсеналом современных телекоммуникаций позволяет сделать качество жизни современного человека одинаковым в крупном мегаполисе и в маленькой деятельности деревушке на краю света. Личный очень вопрос. Каким транспортным средством вам нравится управлять? Автомобилем. Я больше ничем не управляю. Какой марки? Давайте мы остановимся на этом. Я люблю разными автомобилями управлять. Я, безусловно, непрофессиональный водитель, но я получаю, на самом деле, удовольствие от управления автомобилем. И ответ разными. У меня нет какого-то предпочтения. У меня любимый способ, один из любимых способов отпуска – это приезжать в какое-нибудь новое место и брать в аренду автомобиль, который я никогда в жизни не управлял, и управлять им. Недавно я был в Москве на обучении, мы все вместе командой правительства ездили, и нас водили в ВДНХ и показывали реформу, которая там делается. И там мне доверили управление электромаршруткой, такой маршруткой, которая на электрическом двигателе российского производства. Я первый раз в жизни всегда за рулем маршрутки и за рулем электрической маршрутки. И вез моих коллег двух губернаторов и еще нескольких членов правительства. Мне приятно был этот новый опыт. Поэтому вот так вообще… То есть это слово вам понравилось? Я ни разу не управлял, но мне интересно. Я управлял другим автомобилем. Toyota Leaf – это самый распространенный в России электроавтомобиль и больше всего таких автомобилей в Владивостоке. Я когда работал… Nissan, по-моему. Nissan Leaf, да, вы правильно. Не Toyota Leaf, а Nissan Leaf. А так вообще у меня домашний автомобиль, который у меня в Москве есть. Когда бывают иногда у меня на выходные, приезжаю в Москву, у меня BMW маленькая X1, мне очень нравится. Это коробушечка такая маленькая? Да, самый маленький из кроссоверов. Хорошо, отлично. Мы в третьей части продолжим наш разговор с Владимиром Викторовичем Солодовым. Небольшая пауза прямо сейчас и оставайтесь на нашей канале. Мы продолжаем разговор с Владимиром Солодом, руководителем правительства республики. И, что удивительно, мы очень мало затрагиваем рабочие какие-то моменты. Но, тем не менее, как человек, как гражданин, наверное, у вас все-таки сложилось свое мнение по поводу того трагичного случая, который произошел в городе Ленске. И, что удивительно, сегодня по всем информ-каналам распространили высказывания Ленского же священника, отца Анатолия, который допустил фразу «Все собаки региона не стоят мизинца любого ребенка». Учитывая то, что у вас в семье есть священнослужители, ваш родной брат служит в церкви, все-таки вам близко вот это высказывание отца Анатолия или... Да с учетом всех факторов, учитывая то, что географически это произошло в Якутии. Ну, во-первых, по самому сюжету, безусловно, он в очередной раз подчеркивает значимость этой проблемы. Она напрямую не связана с тем изменением федерального регулирования, с которым мы сейчас будем работать в 2020 году, и который серьезные вызовы ставит перед нашей системой, и республиканской, и муниципальной. Он показывает, что нам всерьез нужно этим вопросом заниматься, и мы не можем стоять в стороне, и уж точно мы не можем допустить, чтобы мы увлеклись выяснением, кто за что отвечает, и допустили эскалацию этой проблемы. Он в очередной раз этот случай показывает. А сама реакция, мне кажется, абсолютно правильной и абсолютно человеческой. И здесь два момента. Первое, что священник — это такой же человек, как и все остальные, а каждый из нас, имея гражданскую позицию, я считаю, что вполне имеет право ее высказывать. И поэтому это вполне человеческая, и мне кажется, очень искренняя реакция. А второе, что священник, как человек, облеченный духовным саном, наверное, тоже обязан высказываться по тем вопросам, которые затрагивают прихожан, затрагивают тех людей, которые как к авторитету к нему обращаются. Безусловно, проблема более сложная. И проблема, она задерживает в себе внутренний конфликт между гуманным отношением к животными и недопущением риска для жизни и здоровья людей. И здесь ответ, формула, мне кажется, очень проста. Да, мы обязаны исходить из приоритета гуманного отношения к животным до тех пор, пока они не создают угрозу людям. Так же, как права и свободы человека заканчиваются в тот момент, когда они начинают нарушать права и свободы других людей, так же и здесь. Мы ровно из этого принципа будем исходить, усиливая работу в этом направлении, что нам предстоит в 2020 году сделать. Жаль, что не все, скажем, защитники просто этого не понимают. Хорошо, вернемся к Якутии и к вашему отношению к ней. Якутия – это огромный регион, да, со своими фишками. Там Эсех, Мунты те же, Строганина, якутский, все что угодно, там, ездовые лайки и так далее. Какую фишку региона вы, как человек, который уже два года почти, да, в регионе, вы считаете самой якутской? У Якутии очень много уникальных вещей. Из того, что вы перечислили, я бы добавил еще и кухню, добавил бы еще природу и добавил бы еще уникальных людей. Но все это объединяется одним качеством, я недавно тоже думал про это. Мне кажется, есть одно качество, которое объединяет все вот эти уникальные особенности Якутии, то, чем Якутия притягательна. Все это очень настоящее. У нас настоящая зима. Посмотрите, как сейчас вот в Москве люди плачутся, что нет снега в середине, в конце января. У нас настоящие алмазы делают, где-то искусственные, а настоящие у нас добывают. У нас настоящие продукты, лучшие в мире, эксклюзивные, экологически чистые. У нас настоящая экология, сохраненная, нетронутой. И у нас настоящие люди. Они иногда избыточно эмоциональные, они могут увлекаться. Мы можем по-разному к ним относиться. Они точно не тепло-хладные, и в них точно есть вот этот настоящий стержень, который характеризует желание работать на благо родного края и неравнодушные к нему отношения. Я считаю, что если уж так дальше транслировать в национальную или нашу республиканскую идею, то вот развитие, позиционирование как территория настоящих вещей природы и людей, территория настоящего, не в плане не будущего, а в плане истинного. Это то, что будет привлекать. И я считаю, что это будет только нарастать. Мир сейчас испытывает огромную турбулентность в связи с эрозией, с деградацией ценностей, с деградацией настоящего. То есть такая метафора. Мир становится пластиковым, одноразовым. Отношения становятся одноразовыми. Сама структура общества, она ценности деградирует. И это очень фундаментальный вызов обществу. И если мы сможем быть настоящими, истинными, не только в части природы, еды, меха и наших ножей и алмазов, которые мы добываем, но и в части искренних отношений между людьми. Теплых. Да. То тогда, возвращаясь к вашему вопросу в начале передачи, к нам потянутся люди. Люди едут к людям, а не в красивые места и не к историческим достопримечательностям. Это наша главная ценность. Я вот всегда... История была такая, да. Был некий конкурс слоганов территории. Да. Вот есть же Канада, там, страна кленового листа. Япония, страна восходящего солнца. Мы предлагали слоган республики. Я предложил вариант «Земля, согретая снегами». То есть, живут люди, между которыми теплые отношения, но которые живут в таком очень суровом каленоте. В принципе, я вот не навязываю, но прислушайтесь просто к этой фразе. Вот когда вы сказали, что люди настоящие. Правильно. Вот те девять снегов, которые нас укутывают, они помогают по-настоящему теплые отношения выстраивать между людьми, между какими-то институтами, между общественными организациями и так далее, и так далее. Все это должно еще более, скажем так, растапливать наши сердца, должно более глубже проникать. Реально. Вот как профессионал чувствует профессионала, так и человек чувствует человека всегда. Еще раз вернемся к той проблеме, которую проиллюстрировали Йогурт. По части моста. Все-таки, вот это вот, насколько усилит экономику решение этого вопроса, насколько усилит экономику. Я вот на встрече с ГОО и так далее слышал разные вещи. То, что одним мостом не ограничится. Есть еще и прицел на мост через Алдан, мост через Вилюи и так далее. То есть это стартер огромного такого движения. Есть очень простая цифра, которая, на мой взгляд, лучше всего характеризует то, как изменится экономика и жизнь после ввода моста. А в этом же сомнений нет, что он будет введен. Все для этого сейчас делается. Связанность территории повысится на 70%. Что это значит? Это значит, что мы уйдем от островного характера нашего общества, а значит и нашей экономики. А это значит, что мы сможем выстраивать экономику, основанную не только на добыче полезных ископаемых, но и экономику, основанную на мобильности и взаимосвязи людей, которые живут на нашей земле. И в моем понимании это главный вклад в экономику и главный вклад в качество жизни, потому что мы уйдем от островного... Мы, по сути, от острова перейдем к связанной территории. Но помимо этого, конечно, еще целый ряд таких уже, что называется, измеримых результатов случатся. Это и существенные изменения схемы северного завоза с экономией прямой 4 миллиарда рублей в год. Это вовлечение целого ряда полезных ископаемых, потому что за счет транспортной схемы они станут более доступными. Это вопросы, связанные с удешевлением товаров в самом Якутске и во всех районах, которые на левом берегу реки Лена находятся. Расчеты очень серьезные. По расчетам до 1 тысячи рублей на каждого человека произойдет удешевление потребительской корзины после ввода моста. Представим себе, каждый человек, который живет на этой территории, будет экономить тысячу рублей в месяц. Это огромный эффект. И даже экономически рассуждая, эти деньги будут высвобождены для инвестирования в нашу же экономику, в развитие сферы услуг, в развитие наших производителей. Буквально одной фразой. Мост через Алдан и мост через Вилей. Это серьезно, настолько реально, что в принципе можно говорить. Конечно. Я могу сказать, что на комиссии у Максима Алексеевича Акимова, вице-премьера Российской Федерации, которая прошла 10 декабря, рассматривалась как раз совокупность мостов. И по мостам через Алдан и Вилюйским мостам, трем, было принято решение о начале проектирования. Это уже государственные решения, и они попали уже в программу строительства мостов. Потому что первый шаг, как мы всегда понимаем, это разработка проекта, и затем уже этапоэтапное строительство. Да, это не будет одномоментный ход, но поскольку они являются частью федеральных трасс, в отличие от моста через реку Лена, который выделен, и который отдельный сегмент дорожной системы, то мы понимаем, что такое решение, оно автоматом уже, по сути дела, необратимым решение о строительстве. Потому что сначала делается проект, сделан проект сразу, вопрос первого этапа финансирования, и дальше пошло строительство. Поэтому я считаю, что принципиальные решения по созданию всего комплекса мостов, которые должны северный широтный путь вот этот создать, объединить три федеральные трассы, Лена, Колыма и Вилюй, и сделать их круглогодичными, он уже сделан. И в следующие годы правительство Российской Федерации поэтапно будет этот вопрос решать. Спасибо большое, что приняли мои приглашения, приглашение нашей телекомпании, посвятить почти час, скажем, вроде бы, отвлеченным вопросам о семье, о предпочтениях. На самом деле я очень уважаю вас лично, как человека, который предлагает огромные усилия для того, чтобы вот этот термин, материк, большая земля и так далее, это осталось в прошлом. Но еще раз, мы должны быть так интегрированы, что можно будет без проблем сидеть, допустим, на автомобиле в Новосибирске и так далее, и так далее, в любое время года. Уверен, что очень скоро это будет реальностью. И хочу вам и вашей передаче пожелать успехов побольше зрителей, а всем зрителям пожелать успехов и реализации заветных мечт и тех задач, которые вы ставите каждый день перед собой. За сбычу мечт с премьером Республики Владимиром Солодовым увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова